МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С заместителем начальника службы школьного питания «Глобус» Светланой Закола. Здравствуйте, Светлана. Рада вас видеть. Накануне нового учебного года у нас был в студии ваш руководитель и говорил, что комбинат поменял практически всех поставщиков. Почему пришлось это сделать и насколько вот эти новые поставщики, они надежны? Да, были такие поставщики, которые не соблюдали те федеральные законы, которые требуемые у нас конкретно для школьного питания. Ну, мы работаем как положено, по правилам, поэтому пришлось расстаться, заменить другими. Насколько надежны новые? Надежны. И не только мы смотрим документы, которые соответствуют правилам федерального закона, мы еще смотрим ту продукцию, которую нам привозят, мы ее пробуем. На основании актов существуют требования к качеству, которые предъявляемы к продуктам. Мы – это штат технологов комбината школьного питания. То есть вы сами к этим поставщикам выезжаете, эту продукцию пробуете. Это что вы, кстати, пробуете? Мы пробуем все эти продукты, из которых мы готовим блюда детям. И выезжаем на место, смотрим само производство, как производится, и сами продукты. Мы готовим из них те блюда, которые у нас идут по школьному питанию, и пробуем. И, соответственно, если соответствует все требования к качеству, как сырют, как и готовому блюду, мы заключаем договор с этим поставщиком. Все понятно. То есть просто так поставщики не пройдут на рынок школьного питания, скажем так? Конечно, нет. И все оформляется актами. Акты у нас хранятся на основании чего? Мы выбрали того либо другого поставщика. От кого, в принципе, зависит, что, допустим, сегодня окажется на столе школьника? Кто составляет то самое меню? Вот меню понедельника, вторника и так далее. Меню корректируется главными технологами комбината школьного питания. Много у вас их? Два. Вот. Ну, я назвала штат технологов. То есть нас в общей сложности 10 человек и санитарный врач, который мы полностью все занимаемся, разработкой меню, где-то заменой тех блюд, которые не нравятся. Ну, прежде всего, мы учитываем желания, пожелания родителей, детей, потому что мы живем сами в современном мире, и то, что было когда-то, это уже не устраивает. Мы это прекрасно понимаем. Учитываем. Но существуют требования, опять же, да, возвращаясь к тем требованиям, по которым мы работаем, федеральных законов, требования санитарных правил и нормативов, где четко указаны те требования, которые мы должны соблюдать при составлении меню. А именно среднесуточная потребность пищевых, набора пищевых продуктов. Это в процентном соотношении составления меню, то есть от среднесуточной потребности завтрака – это 20-25%, обед – это 30-35% от потребляемой энергетической ценности. Это калорийность, это суммарный объем, чтобы вы понимали. Для детей от 7 до 11 лет суммарный объем завтрака – это 500 грамм, обед – 700 грамм. Для детей 12 лет и старше – завтрак 550 грамм, обед – 800 грамм. То есть это в общей сложности. Ребенок должен скушать за завтрак полкилограмма еды, да, и за обед 700 грамм. То есть ни больше, ни меньше. Все верно. Ни больше, ни меньше. Соотношение белков, жиров, углеводов, да, 1-1 к 4. Это полностью забалансированное меню. Господи, это, мне кажется, так все сложно сделать, нет? Это сложно. Это очень большой объем работы. Но мы справляемся, мы очень давно работаем в комбинате, поэтому для нас, наверное, это уже не так сложно, как это кажется со стороны. Вот вы говорили, что учитывается мнение родителей и школьников, но вот одним там 500 граммов, другим 700 граммов. Как в это все уместить вот эти все пожелания родителей и школьников, которые явно, может быть, не совсем соответствуют той калорийности или еще чему-то? Вот для этого мы есть, для того, чтобы думать, для того, чтобы разрабатывать новые блюда. Мы разрабатываем, мы над этим работаем, ну, больше разговариваем с детьми. Но я могу сказать так, что невозможно составить ни одно меню, которое удовлетворило бы абсолютно всех. Мы пробовали, я вот лично выходила, разговаривала с классом, то есть в классе были только представители, их было 10 человек, но, к сожалению, мы не смогли прийти к тому меню, то, чтобы скушали дети даже на два дня. То есть которое было устроено у всех родителей каждого и всех их детишек. Да, то есть это очень сложно, поэтому мы работаем с этим, мы стараемся. Помимо требований, понимаете, мы не можем не соблюдать те требования, которые предъявляются к нам. У нас очень жесткие проверки, которые нас проверяют абсолютно во всем. Поэтому и та калорийность, которая должна быть, то есть ребенок должен скушать по калориям столько еды, для того, чтобы он был энергичным в течение дня, занимался и думал именно обучением, а не чем-то другим. Существует по санитарным правилам, нормативам, еще 45 перечень продуктов, запрещенных в школьном питании, в том числе... 45 продуктов, да? 45 пунктов, да, где обозначены запрещенные в школьном питании продукты. Например, вы давайте парочку приведем? Даже блюда. Например, макароны по-флотски, макароны запеченные с яйцом, блинчики фаршированные творогом и мясом. Вот это к примеру. А вкусная история. Ну вот это тоже те моменты, которые нам нужно будет объяснять родителям, детям, что не всегда все возможно, то, что хочется. Но вообще меню сбалансированное вот это, вот вы сказали по количеству, да? Ну а вот потому, что там есть в нём... Меню сбалансированное. Ребенок должен по требованиям, не только по требованиям, в принципе, да, растущий организм должен употреблять все виды продуктов, которые ему требуются в течение суток. То есть почему я говорю, что 20-25% это завтрак, это употребление и молока, и мяса, и птицы, то есть и овощи. Это всё сбалансировано на тот процентное соотношение приёма пищи, который... Ну, либо завтрак, либо обед, который ребёнок принимает. Ну, смотрите, бывает, конечно, что родители и школьники у нас жалуются не столько, допустим, на вкус вот этого блюда, сколько на внешний вид. Ну, допустим, макароны там немножко подсушенные какого-то серого цвета, котлетка тоже не такого цвета, хотя, возможно, она и вкусная. В чём причина? Может быть, это вот работа поваров? Кто вообще отвечает за поваров в школьных столовых? Как они попадают в школу? Давайте начну вот именно с внешнего вида. Для того, чтобы судить о внешнем виде, таков этот внешний вид или нет, какая-то котлета, да, какого-то вида, ну, нужно непосредственно знать технологию приготовления блюда, да, из чего она состоит, составляющая. Ну, приведу пример, не так давно это было, наверное, на прошлой неделе родительница обратилась с тем, что какая-то котлета, почему подчёркиваю, потому что по меню шли фрикадельки куриные, технология приготовления их отличается, форма изделия отличается, соответственно, и отличается сам технологический процесс, то есть варится на пару. Так что вы понимали, да, котлетка запекается, это панировка, абсолютно разные блюда, которые невозможно будет в представлении, когда говорим котлета, вы представляете котлету, согласитесь с собой, да? А когда я как технолог к вам говорю, я представляю фрикадельку, я ей чётко представляю, что это не котлета. Она такая бело-серого цвета. Бело-серого цвета, да, да. Конечно, если мы с вами будем смотреть рекламу фастфуда, где это всё такого колера, да, насыщенного, где это жареное, где эти соусы острые, которые, кстати, из перечня тоже запрещены, запрещены острые соусы, майонезы, уксусы, это всё идёт в запрещенных продуктах, которые нельзя употреблять в школьном питании. Да, конечно, мы это когда видим, это нам очень приятно, но по тепловой обработке, само по себе очень много уделяется внимания не только в Барнауле и в России здоровому питанию. То есть мы дошли уже до того, что это нужно будировать, это нужно с этим работать. Здоровое питание, что это обозначает? Прежде всего, это щадящее питание. Щадящее питание – это тепловая обработка. Тепловая обработка исключает жарение, однозначно, это варка, тушение и приготовление на пару, запекание. И, соответственно, вид уже не такой яркий и красивый, как того же бургера, например. Конечно. Для того, чтобы в 2008-2009 году, для того, чтобы это было воплощено в жизнь, прошла модернизация по школам, установлены новые оборудования, такие как параконвектомат, где полностью исключена эта функция. Просто нет жарки. То есть, если хотите, жареное покушать дома своему ребёнку, сделайте и покушайте. А вот почему, Светлана, по поварам? Да, сначала по поварам и закончим. Да, по поварам, ну, так же, как и любые работники комбината, они все попадают к нам через отдел кадров. Мы просматриваем документы, документы об образовании, если человек где-то работал до этого, то есть мы берём характеристику, каким образом он работал и как. И затем они уже, мы их принимаем, затем они идут уже в школу, где их практикуют, заведующая столовой. Хочу отметить, вот буквально два месяца назад, в ноябре 2022 года, на всероссийском конкурсе, который проходил в Уфе, на лучшего повара, школьной столовой, победил наш повар, 42-й гимназии Степанова Елена Геннадьевна, из 70 представленных конкурсантов, было всего 14 лауреатов, и в том числе наш повар. Ещё, Светлана, есть такая жалоба у людей, у родителей, у детишек, что такое тёпленькое блюдо попадает на стол, к ним не горячее. Ну вот можно ли этот процесс как-то откорректировать? Потому что я, наверное, даже согласна, когда такое холодное, и кушать-то не очень хочется. Соглашусь с вами, но существует много факторов, которые влияют на этот процесс. Один из факторов — это накрытие происходит в зависимости от количества накрываемого. Это могут детей задержать с урока, температура в обеденном зале. То есть эти все факторы очень влияют. Ну, соответственно, мы с этим работаем. Работаем совместно с общей образовательной организацией. То есть пока могу сказать так, у нас получается. Но вы стараетесь и дальше. Мы будем. Вот многие говорят о культуре питания, что недолжное внимание этому уделяют, в том числе родители. Дома там кормят и жареным, и какими-то там суперизысками, естественно, теми же блинчиками с творогом, я думаю, и чем-то другим. И, соответственно, в школу ребёнок приходит, суп, кашу он уже не очень-то и хочет, хотя это полезно. Нужна ли такая культура дома, по-вашему? Ну, культура питания идёт из семьи. Это однозначно. Изменить что-то, либо менять, пока человек сам не захочет, этого не будет. Единственное, как я вижу выход из этого положения, нужно детям объяснять, что они будут кушать, и для чего нужен то или иное блюдо. Для чего, для какого развития, что будет лучше работать. Ну, я считаю, что нужно объяснять, для чего нужна гречка, для чего, что это суточная потребность, в принципе, во всех минеральных веществах, в порции гречки для ребёнка. Тот же классный руководитель, введя детей в столовую, может им сказать, что у нас сегодня с вами по меню вот это. Это нужно для того, чтобы у меня так-то, так-то лучше думали, лучше росли волосики. Потому что они маленькие, им когда начинаешь говорить, самый красивый будешь. Будут красивые волосики, будут красивые нокаточки. Я вас уверяю, едят. Это всё пройдено, мой лично. Понятно. Родители наверняка же обращаются, да, в комбинат, о чём просят? Может быть, какой-то вот такой один пример, потому что у нас немного времени остаётся. Родители, да, родители обращаются. Я вам так скажу, родители обращаются от незнания. Многие вопросы возникают, чем завтра будут кормить моего ребёнка. Я хочу вам сказать, что на сайте школы выставлено двухнедельное цикличное меню, где вы можете посмотреть, что будет ребёнок ваш кушать завтра, послезавтра. И неделю. И через неделю в том числе. Вы будете всё знать. В основном просят разъяснительную работу. Да, когда вопрос, а почему столько много ребёнок не съедает? Мы объясняем, что существует суммарный объём бьют, и мы просто не имеем права дать меньше. Что это нужно для его роста, именно столько нужно, а никак не меньше. Именно в основном это разъяснительная беседа родителей. Прось, когда они получают от нас разъяснение, но как-то вопросов больше не остаётся. Смотрите, меню прорабатывается на две недели вперёд. А может оказаться, я не знаю, работаете ли вы над тем, чем-то таким экспериментальным, скажем так, вот в школьном меню появится ли что-то такое на школьных столах, или ну просто, ну нет и всё, вот кормим тем. Нет, но я могу вам сказать, что это уже появилось. Это оладушки с топпингом, шоколадным. То есть такое можно? Да. Вот блинчики с творогом нельзя, а оладушки с топпингом можно? Да. Да, это всё соответствие. Мы берём часть информации со сборников, рецепторов, если что-то вносим, какие-то свои изменения, это технико-технологические карты, которые мы разрабатываем, почему это всё так, не так всё быстро, как хотелось бы, завтра будет вот это, да. Это и оладушки, это и медальоны, это, я сейчас, медальоны из куриц, да, и запечённые, это мы начинаем эксперименты со старшеклассников, да, как они поедут. А старшеклассники… Проще, мне кажется, да, всё-таки. Да, от них больше получишь того ответа, что мы желаем, да, это и отбивная сибирская красавица. Мы сейчас работаем над запечённым роллом, это, да, дети очень плохо едят рыбу, то есть мы думаем, как это больше сделать, как это правильно подать, для того, чтобы это было вкусно, красиво, ну, и даже название привлекает. Ризотто. Полезно же, чтобы это было. Конечно, это ризотто, это мясо по купечке. Если вы сейчас начали говорить, такое ощущение, что мы уже в ресторане где-то… Ну, таков современный мир, мы должны ему соответствовать, поэтому, да, мы над этим работаем, но это, конечно же, будет всё в соответствии с теми требованиями, которые санитарные правила нормативы к нам предъявляются. Светлана, спасибо вам большое, я надеюсь, что в школьных столовых будет не только полезно, красиво, но и прежде всего вкусно. Желаю вам удачи. Благодарю вас. Спасибо.